Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Кутия, добрый день, уважаемые родственники военнослужащих, принимающие участие в специальной военной операции. Необходимо обратить внимание, что на протяжении всего времени по оказанию помощи как социальной, так и материальной помощи, так и помощи по непосредственной координации действий всех органов государственной власти для того, чтобы решать ряд вопросов, которые связаны с военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции, у нас возникали ряд вопросов, которые требовали своего дополнительного разрешения. Поэтому с учётом вот той практической работы по рассмотрению заявлений принято решение о корректировке основного указа главы Республики Сахая-Кутия о мерах по оказанию социальной помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Во-первых, необходимо обратить внимание, что сроки оказания таких мер поддержки, как освобождение от родительской платы за посещение детских садов, бесплатное горячее питание для школьников, специальная социальная стипендия студентов СПО и студентов ВУЗов по целевому набору продлены на весь период проведения специальной военной операции. Ранее подобного рода правило действовало лишь только на период нахождения военнослужащего непосредственно на территории или при участии в специальной военной операции. Ещё раз обращаю внимание, что в основном все льготы, которые были предусмотрены именно по линии Министерства образования Республики, бесплатное горячее питание, специальная социальная стипендия и освобождение отплаты от детских садов распространяются и продлеваются на весь период специальной военной операции. Обращаю внимание на это особое органов местного самоправления, которое осуществляет соответствующее начисление. В настоящее время мы охватили достаточно большой объём военнослужащих, вернее, детей военнослужащих разными мерами поддержки всех возрастных категорий, кроме самых маленьких. И поэтому главой Республики Сахая-Котия вводится мера поддержки – это обеспечение детей военнослужащих в возрасте до трёх лет, адаптированной молочной смесью. Все эти правила будут действовать с момента издания указа, который издан вчера. Необходимо обратить внимание на то, что, кроме того, дополнительными мерами, предусмотренным указом главы Республики Сахая-Котия является непосредственно оказание психологической помощи, которая оказывается бесплатно у нас Центром социально-психологической помощи, социально-психологической поддержки молодёжи при Министерстве молодёжной политики на территории Республики Сахая-Котия. Кроме того, прямая связь и общение осуществляется через телеграм-группы, которые во всех районах возглавляют и являются базовыми администраторами, непосредственно начальники управления, заместители глав по социальным вопросам. И, соответственно, за весь период, за месяц обработано порядка 622 обращений. Обращения, которые приходят на телеграм-группы, это, безусловно, неформальные обращения, нестандартные обращения. И в результате работы сегодня месячной можно говорить о том, что установлены следующие непосредственно уже системы и правила. Правила работы с ранеными, правила и регламенты поиска погибших, правила работы с коммунальными организациями, правила работы с судебными приставами. И все эти уже организации сегодня, так же, как и банки в том числе, дают нам полную картину понимания, как должна выстраиваться работа.